Итак, добрый вечер. Всем добрый вечер, кто сейчас собрался у своих компьютеров. И мы с вами продолжаем наши встречи по поводу дыхания. И я сегодня буду рассказывать относительно диафрагмального дыхания. У всех у нас есть индивидуальная работа тела. И это очень важно понимать и осознавать, что она работает у всех у нас по-разному. Единственное, что есть что-то общее, как раз и объединяет вот это вот все нас, всех нас. Это в любом случае, это дыхание. Оно работает совершенно одинаково. Потому что есть законы, по которым работает наше тело. И оно очень даже, я бы сказала, как объединяет всех нас в единое тело, в человеков. Вот все остальное может быть разное. Химическое, гомеостаз, природные условия, еда, вода, все другое. Поэтому химические соединения в организме могут быть разные, кровь может быть разная. А вот дышим мы все одинаково. Очень интересно, дышим. И работает тело, и дыхание работает у нас одинаково. В принципе, по запросу. Дыхание у нас разное. Итак, значит, все-таки мы возвращаемся к самому главному. Это к дыханию. Опять-таки, вот сейчас вспомним, что у нас только дыхание объединяет нас все. Негры, индейцы, китайцы, японцы, корейцы, таджики, арабы, евреи, испанцы, русские, украинцы, уйгурцы. Вот каждого. Вот взять сейчас так вот, да. И у каждого есть телесный эксклюзив. Вот есть определенные предрасположенности. Есть генетика. Есть склонность к каким-то определенным заболеваниям. Есть склонность к каким-то психологическим состояниям. Но всех нас объединяет едино. Это дыхание. И тут сегодня я как раз хочу сказать немножко пошире. Вот в предыдущей нашей встрече я как раз одна из самых первых была. Это напряжение и боль, где я говорила о том, как напряжение, что напряжение это защита, и почему у нас это все там болит и все прочее. Потом у нас была встреча застывшей на выдохе. Это часто встречается, как раз воспринимают люди, что это человек сутулый. На самом деле он не сутулый, он застывший на выдохе. Элементарно его продышать-раздышать. Прекрасная фигурка становится прямой, стройной или стройная и вообще без проблем. И нет никаких эндокринных проблем и все прочее. Об этом уже все знают буквально, кто обучался у меня методу биофастового модулятия, который я обучаю. Еще у меня такая методика есть, если кто не знает. И буквально вот в первый же день уже кто приезжает обучаться, под руками самих же учеников, студентов, которые обучаются, уже происходят интересные процессы. И естественно, уезжая домой, они уже могут оказать помощь элементарную, простую. Вроде бы так легко, так легко, когда знаешь, как что делать. А вот когда не легко, то он не знает, что делать. И далее как раз получается, что когда приходит к ним кто-то за помощью по сутулости, то легко это все уходит. Почему легко? Да это не сутулость, это просто человек, застывший на выдохе. Кого интересует, посмотрите это видео, объясняю я здесь же, на моем канале. Следующая встреча была застывшая на вдохе. Это человек, который с такой квадратной, можно сказать, грудной клеткой. Чаще всего плечики приподняты, шеи туда втянуты. Чаще всего головные боли, усталость или утомляемость, физически слабо выносливый. Вот он застывший на вдохе. Это сердечное нарушение аритмии, хотя в первом тоже так вот, который застывший на выдохе, все эти присутки, но немножко по-другому. Там больше гипертония, а вот застывший на вдохе, это гипертония. И при гипертонии не так, в общем-то, люди как-то боятся, как боятся гипертонии. Но она и переходит очень часто в серьезное нарушение сердечно-сосудистой. Так вот тоже, когда такие приходят к моим студентам, еще студентам, которые только всего лишь прошли два семинара, это в первой ступени, в второй ступени, то есть только один модуль. И уже результаты есть, и обладаю, как это? Это что за чудо? Это что это? Как оно работает? Вот я сейчас объясняю, как оно работает. Я обязательно вам предлагаю посмотреть все предыдущие наши встречи, потому что там очень важная информация. И я уверена, просто знаю 100%, что вся эта информация у вас первоначально не укладывается в голове. Почему? Да потому что, и не элементарно, потому что этому нигде никогда не учили, это не объясняли. И, к сожалению, незнание своего тела приводит к тому, что это все равно, что нам дали машину, которой мы не умеем управлять. И, естественно, когда садится, извините меня, идиот за руль, все знают, что человек ничего не умеет, но машину разобьют. Вот мы похожи на этих идиотов. Но не, наверное, стоит задуматься об этом и перестать быть идиотами, а стать нормальными действительно человеками, душами, которым дан такой подарок просто тела, в которое мы живем, и которое нам дано бесплатно, и которым нужно все-таки научиться правильно работать, правильно управлять, правильно пользоваться. А самое главное еще, очень важно, наиважнейшее просто, восстанавливать. Любая машина, которую человек покупает, и за нее платят многие деньги, и деньги он платит там годами, и кредиты берет, потом он ее бережет, он там лелеет, вовремя на ТО отправляет. А со своим телом что мы делаем? А мы чаще всего вообще даже не обращаем на него внимания, не понимая о том, что, в общем-то, запас терпимости у тела ограничен. И не просто есть такая народная пословица, если в 40 лет проснулся, и у тебя ничего не болит, наверное, ты умер. Потому что до 40 лет терпелка нашего тела, она еще работает, а вот после 40 лет уже не очень. Грудная клетка, вы все прекрасно знаете, что вот она, значит, это ребра, и под ребрами там, ребра она защищает здесь легкие, легкие это сложная система, легкие там несколько частей, в общем, анатомически я сейчас не буду говорить. Это особо, в общем-то, не играет роли, просто нужно понять, что анатомически легкие сложные очень системы. Сердце тоже сложная система, здесь же она находится. Очень мало говорят о тсимусе, который здесь, вот буквально такая маленькая железа, которая по разным, в разных вот источниках, она вообще там весит несколько граммов. Где-то я от 6 граммов до 12 граммов. Но на самом деле оно и по-разному может весить, потому что разные люди, разные подчеркивают народности, разный климат и разные вот разные. И этот тсимус появляется при рождении, а у многих этот тсимус исчезает, когда человек уходит, вот его патологоанатомы полностью исследуют, а тсимуса там нет. Такое тоже есть. Это одна из загадочных самых желез, желез, которые есть в нашем организме, но все прекрасные медики, врачи и ученые, кто занимается вообще здоровьем, знают, что тсимус отвечает за иммунитет, за выживаемость и как бы вот срок жизни, вот долгожительство. И тут есть момент, то есть вот это никто не знает, но это у нас здесь же находится и напрямую зависит тоже от состояния грудной клетки. И есть дальше там органы, которые нижние диафрагмы, вот нижние диафрагмы, это где нижние ребра, там закрываются, значит защищается печень, печень вот справа, слева селезенка, желудок, он поджелудочный, и там дальше разделяется грудная клетка и живот, диафрагмальный вот такой вот лист. Вот как бы вроде бы просто анатомически, но я хочу вам еще сказать, что вот пока мы говорим сейчас, будем говорить с вами о туловище, и вот туловище у нас подчиняется самое главное основному ритму, это ритм дыхания. От того, каков ритм дыхания, от этого зависит работа всех внутренних органов. Вот такая штука. А, забыл я еще почки сказать сзади. Вот они очень-очень зависимы от работы грудной клетки и дыхания. Если нарушена грудная работа респираторного дыхания, практически всегда страдают все органы. И каждый из этих органов страдает по-своему. Легкие недостатки кислорода, развиваются астмы, аллергии, еще что-нибудь. Сердце, нарушение кардиоритма, или работа сердечно-сосудистой системы в целом. Почки, нарушается работа почек, слабо начинает выделяться жидкость лишняя, которая из организма, поэтому могут появиться отеки. Печень, она может увеличиться в связи с тем, что предыдущие, вот история, которая стала, говорила, застывшие на вдохе. Когда застывшие на вдохе, грудная клетка увеличена, и таким образом печеночка тоже увеличивается. При всем при том, что человек не пил, не курил, прекрасный образ жизни, и всегда следи за питанием, и уделен, почему увеличена печень. А потому что застывшая грудная клетка на вдохе. И как только снимается напряжение, грудная клетка освобождается, печень становится нормальной, того размера, который должен, должно быть анатомически у этого человека. Такая же история, один в один, с другой стороны, это селезенка, такое тоже бывает часто. И удивляются, почему селезенка увеличена, да потому что диафрагмальная зона, застывшая на вдохе. И вот эта вот нижняя, как раз здесь часть у нас, да. Желудок перестает работать нормально, так как он должен, опять-таки, у застывшего на вдохе. И чаще всего там гастриты, какие-нибудь проблемы. Естественно, кишечник, это поджелудочное святое дело. Ее со всех сторон зажали вот этим напряжением, и поджелудочное начинает плохо работать, и развивается какой-то диабет. По мере того, как снимаются все эти напряжения, все эти диагнозы уходят. И никакой тут фантастики нет. А это, естественно, биодинамика, подчеркиваю, биодинамика, микродвижений в организме, макродвижений, которые мы делаем, все это понятно. А микродвижения, это внутри. И то, что мы не видим, но вы же знаете, что двигается кровь, сосудики, капиллярчики там работают. Каждый орган имеет свое движение. И лоханочки почек тоже они там делают свое движение. Вот эти микродвижения, которые мы не видим, они напрямую зависят от того, как себя чувствует грудная клетка. Если она застыла на вдохе, все увеличивается, повышается давление. И естественно, что внутреннее давление, кто физику изучал, все это соответственно законам физики. И если пониженное давление, это что? Грудная клетка зажата, человек застыл на выдохе, у нас вдох, напряжение, выдох, успокоения. И естественно, все давление точно так же становится ниже. Вот как мы сейчас подытожили предыдущие наши истории, о чем я говорила и сейчас, мы переходим дальше. Мне очень важно, чтобы вы это поняли. И если сейчас вы не запоминаете это все, ничего страшного, вы всегда можете послушать, в конце концов, можете со мной поспорить, если уж так очень хочется. Но я в любом случае докажу, что это так и это правда, потому что это не мной придумано. Это работает так наше тело, наш организм. Итак, дыхание. Значит, у нас дыхание, все-таки нужно понять тоже, что у нас дыхание разделено на три, даже не три, а четыре части. Это верхнедиафрагмальное дыхание. И оно очень важно в тех случаях, когда оно нужно. То есть каждое дыхание необходимо телу для выполнения определенных действий, определенной работы, определенной какой-то даже, для определенной эмоции, тело переходит на определенное дыхание. То есть настолько у нас все это взаимосвязано, что тело всегда работает по своим законам. Итак, верхнедиафрагмальное дыхание, дальше грудное дыхание, середина грудной клетки, нижнедиафрагмальное дыхание. Здесь нижняя диафрагма, которая разделяет грудную клетку от полости живота. Здесь верхнедиафрагма, естественно, разделяет нас, да, и дальше у нас идет шея, голова. И, естественно, есть еще дыхание на вот раз, два, три, четыре, верхнедиафрагмальное, грудное отдел, нижнедиафрагмальное, животом. И еще у нас бывает полное дыхание, но бывает редко полное дыхание, но тоже. И сегодня я сейчас хочу вам сказать про, так как у меня пока названа диафрагма, мы начинаем с диафрагмального дыхания. И вот чтобы вы поняли, диафрагмальное дыхание у нас есть двух вариантов. Это верхнедиафрагмальное и нижнедиафрагмальное. В чем разница? Какая вообще, вот вообще, как это? Дышит и дышит тело. Но тут есть момент. Вот я смотрю на человека, как он ходит. Я могу сказать, он одет, не знаю, там может вообще, просто даже вот посмотрев на передвижение ног по полу, я могу сказать, какое дыхание у него нарушено. Почему? Это как это так? Значит, если у человека есть верхнедиафрагмальное напряжение, тело не может использовать верхнедиафрагмальное дыхание. И тогда что получается? Человек идет, он шаркает ногами. Вот человек, который ходит по дому и шаркает тапочками, вы убеситесь на него. Можно ему говорить, что перестань шаркать. А он не сможет не шаркать. Потому что для того, чтобы ходить, телу обязательно необходимо свободно в верхней диафрагмальной зоне. Это как это? А вот это так, очень просто. Значит, если вы поднимаетесь, ярче всего это понятнее. Понятно, когда вы поднимаетесь, допустим, по лестнице или поднимаетесь чуть-чуть в гору. Идет подъем. При подъеме телу необходимо себя немножечко поднимать. И вдохом, вот именно. Вдох и делается следующий выдох. Вдох. Конечно, диафрагмальное дыхание так часто мы не пользуемся. Мало кто сейчас вообще пользуется верхним диафрагмальным дыханием. Потому что мы на лифтах ездим, да ведь? Ну, смешно. А вам переступить даже автобусную площадку или сесть в машину, телу необходимо свободное диафрагмальное дыхание. А еще очень важно. Верхнедиафрагмальное дыхание я могу сказать по тому, как человек садится и встает. Если человек встает и вот так вот опирается, и он встает, у него не работает верхнедиафрагмальное дыхание. Или он садится таким образом. Или он из машины вылезает, удерживаясь и под, прям подтягивая себя. Потому что тело не может себя поднять, нету свободного верхнедиафрагмального дыхания. Или же еще. Каждый из вас сейчас может попробовать. Ну, кто у меня учился, они знают, потому что с этим упражнением я буквально и Максим Викторович, мы сразу знакомы на первых встречах. А сейчас попробуйте. Вы сидите вот у компьютера или где-то там, вы, не знаю, в кресле, где угодно, на диване. Вот попробуйте встать, просто встать. И есть разные варианты, вы будете вставать. Значит, есть вариант такой. Кто-то встанет легко и очень легко, прям даже раз и встал, у него прекрасно работает верхнедиафрагмальная эта зона. Кто-то встанет сначала слегка, наклонится, поднимется попа, обопрется, потом встанет. Не работает верхнедиафрагмальное дыхание напряжено. Кто-то повернется, чтобы встать. Кто-то скажет, ой, слушайте, дайте мне уху. То есть вот любой человек, который попросит какой-то помощи или себе поможет как-то, вот у вас есть, можно сказать так, нарушение или полное отсутствие верхнедиафрагмального дыхания. Есть еще такой момент. Тоже предлагаю сейчас попробовать. Попробуйте, вот вставая, а, кстати, вот по поводу освобождения грудной клеточки, в предыдущей нашей встрече я как раз давала упражнения разные. Поэтому у кого такое есть нарушение, попробуйте, посмотрите и поделайте. И еще эти упражнения как раз на освобождение работы грудной клетки полностью. Для тех, кто, ну, по каким-то причинам не может, не хочет ли приехать в центр или далеко, или еще как-то. Вот есть прекрасный вебинар, где там все рассказано, это антистресс. Там как раз пять занятий, естественно, не перепрыгивайте одно через другое. Нужно день в день, вот каждый день делать определенные упражнения. И по поводу работы в этом направлении была предыдущая встреча, как раз антистрессы и ответы на вопросы, как там дальше можно их использовать. Результаты пишут все офигенные. А теперь попробуйте еще такое. Если вот сейчас встаньте, в этот вот вставая, вы делаете выдох, а садитесь, попробуйте сделать вдох. И не получится у вас ни то, ни другое. Потому что, как вы же все время делаете в действии какие-то процессы, и вы даже не замечаете, что когда вам нужно сесть, тело обязательно делает выдох. И только выдыхая вы сможете сесть. И только вдыхая вы сможете встать. Вот такие процессы в нашем теле, которые мы не замечаем, не видим, не знаем, не интересуемся. Но если есть нарушение верхней диафрагмальной зоны, то как раз вот это вот элементарные и простые вещи, которые нам необходимо знать и дальше с этим как-то помочь телу справиться, мы, к сожалению, не знаем. Поэтому очень много людей, которые... Вот прям смотрю по улице, это все сейчас моложе и моложе, уже дети маленькие, а он не может прыгать на одной ножке. Как? Ну, подумаешь, не прыгает на одной ножке, но это же говорит о том, что у него тяжелое тело, что у него уже нарушено верхнее диафрагмальное дыхание. Ну, подумаешь, он там не может перепрыгнуть. Ну, подумаешь, он там ему... Он даже могу сказать, что многие, кто спотыкаются по дороге и вот говорят, слушай, у меня прям ноги как не несут. Верхнее диафрагмальное дыхание по каким-то причинам нарушено. Чаще всего именно верхнее диафрагмальное дыхание это нарушение, связанное с какими-то психосоматическими историями. Чаще всего. Очень редко, когда это бывает травматического типа, что какая-то травма была, падение или еще что-то. Точно скажу, что это больше всего психосоматика. Психосоматика страха, психосоматика обиды, вины, психосоматика вторичной выгоды, тоже самое. Психосоматические какие-то процессы, связанные с определенным состоянием, чтобы никто не слышал, не знал, не увидел, не вызвал. То есть как психосоматика невидимого человека. Психосоматика жертвой. Мы же ей тоже есть, и все прекрасно знают, что есть люди, кто жертвует. Вот это все, что я сейчас перечислила, это в первую очередь касается нарушения верхнедиафрагмального дыхания. И для того, чтобы себе в этом помочь, на сколько, ну хотя бы как-то можно помочь, то в любом случае я уже сказала, где вы можете найти вот эти вот все подсказки и где вы можете найти обучалки, которыми я делюсь с удовольствием. Но, к великому сожалению, очень часто получается таким образом, что нарушение верхнедиафрагмального дыхания не всегда подчиняется работе только самостоятельно, потому что в верхнедиафрагмальном дыхании напрямую завязаны еще шея и голова. И любая травма головы или шеи в первую очередь нарушает верхнедиафрагмальное дыхание. Почему? Ну, допустим, вот я точно могу сказать, в мое время в школах очень часто друг друга били там по голове учебником. Учебником по голове стукнули, что тело делает? Оно сжимается. И таким образом там остается. То есть вот все, уже нарушение происходит. Дальше оно не вернется обратно. Оно если вернется чуть-чуть, то внутреннее напряжение остается. И вот тут нужна работа специалистов. Помощь только через руки специалиста, который сможет, поможет освободить вот это напряжение, а точнее от этого напряжения может освободить тело. Очень у многих есть травмы рядовые. Естественно, тут уж точно скажу, что облегчить себе можно теми же упражнениями, которые я уже говорила, и показываю, и рассказываю о них. И в то же время, в первую очередь, это нужно помощь специалиста. И, ну, для родителей я вообще считаю, что это просто в первую очередь нужно для своих детей, если у кого-то такие есть уже нарушения. То, конечно же, что такое руки специалиста? Это бы хотя бы для домашних условий, для домашней работы, для домашней помощи помочь себе и своим близким справиться, освободиться. Даже не то, что справиться, освободить тело от этих напряжений. Это, конечно, курс биофастового модулятора, который проводится в Москве только-только из... Это можно обучить этому только из рук в руки, только под руководством действительно специалиста. Да, это у меня, и вот Максим Викторович еще преподает это направление, эту технику, эти методы. Вот, а все остальное, кто будет обучать, это обман. Не скажу почему. Дело в том, что вроде бы все это очень просто, вроде бы очень легко, но есть нюансы. И сложности в том, чтобы за, вот, допустим, да, на 6 дней, за 6 дней дать чувствительность в руки такую, чтобы вот чувствовать такие нюансы, дышать, не дышать, движение есть, не движение. Я знаю точно, что когда первый раз начинает понимать, как там все двигается, все глаза вот такие вот. Это определенные техники, это сложно. И, естественно, все процессы, которые происходят под руками, все должно, все это должно обучение проходить только под руководством специалиста, дабы не навредить. При всем при том, что вроде бы мы сейчас вот говорим, там, да, плечики подняла, а нужно же, чтобы они поднялись. И как сделать так, чтобы там внутри отпустилось? Есть техническая отработка вот этих вот великолепнейшего просто чудо-инструмента, это руки. И наши руки могут делать и творить просто чудеса. А как это они творят чудеса? Да они вообще сами по себе чудесные. Вы же можете вот сейчас взять руки свои, а попробовать в своих руках жесткость. Опаньки. А мягкость. А руки-то не меняются, а внутри другое. А ну-ка почувствуйте холод. И вот он холод, а уже по-другому чувствуется. А почувствуйте, когда, если вы сейчас притрагиваетесь горячего, и ручки хотят даже уйти сжаться. А ведь ничего внешне не меняется. И чем отличается метод, которому всех я, всех желающих я обучаю, потому что вот эта внутренняя составляющая является одним из самых главных состояний, которые, они меняются в зависимости от зоны, с которой работают, мягкость, глубина и очень много других техник, которые идут в согласии с человеческим телом. И я хочу сказать еще вот что. Значит, само дыхание, вот как раз верхнедиафрагмальное, очень хорошо вот как раз то упражнение, которое я, ну, вы уже теперь понимаете, кто был и слушал. Вот эта вот капризулечка, действительно капризная девочка-мальчик, очень важно делать для того, чтобы снять напряжение с верхней диафрагмальной зоны. И таким образом, вроде бы, вроде бы ни о чем, но оно помогает и освобождает и снимает те внутренние глобальные напряжения, которые появляются по каким-то либо причинам. И верхнедиафрагмальная зона, вот эта вот, необходима для хорошей дикции, для хорошего диалога, именно дикция. Вот удержание звука, а я все-таки могу сказать тоже, да, вот что я профессионал в этом деле. Первое мое образование, я музыкант, я музыкант, хоровик, дирижер, я институт культуры закончила, саксофон, гитара, вокал, эстрадное отделение, вот, ударные, вот, то есть много инструментов, я, действительно, я, как сказать, как родной, вот, и точно могу сказать, что, опять-таки, это моя специальность была, о которой я тоже работала много, и вот могу сказать, что верхнее диафрагмальное дыхание очень важно и необходимо, вот сейчас я, допустим, с вами общаюсь, я пользуюсь верхнедиафрагмальным дыханием, потому что мне нужно говорить это на определенной частоте, волне, все время нужно выдержать такое, чтобы это удержать дыхание, а не задыхаться здесь перед вами, потому что я говорю длинными фразами, я говорю долго, я говорю много, я говорю быстро, вот это необходимо в верхнедиафрагмальное дыхание. Поэтому это точно так же необходимый, вот, необходимый инструмент для всех, кто ведет лекции, кто читает лекции, кто объясняет долго, кто говорит по телефону, кто стоит у доски, кто стоит на кафедре и преподает это. вот диафрагмальное дыхание очень важно для того чтобы донести определенным образом информацию которая есть вот и тут это тоже важный важный инструмент значит далее диафрагме диафрагмальное дыхание очень важно для правильного жевания и пищеварения потому что первичное действие которое мы вот когда мы едим может тоже дышим но вот тело все внимание уделили уделяет сюда и получается что когда мы едим можете понаблюдать вот я сейчас все что вам говорю я предлагаю вам вас есть время недели да и понаблюдать за своим телом и удивите оказывается вот оказывается когда мы едим то у нас верхнее диафрагмальное дыхание поэтому люди у которых почему-то нарушена работа здесь и кто-то говорит о мне так тяжело глотать кто-то говорит мне пищи застревает вот в глотке кто-то говорит у меня там не тяжело вот пережевывать там еще что-то слюна плохо выделяется вот на все это могу сказать и слюна в том числе это в первую очередь движение верхнее диафрагмальное чтобы вот этот все здесь освободилось горлышко и здесь все прекрасно великолепно работал и это касается особенно тех деток которые логопедически не очень хорошо все разговаривают и говорят где верхнее диафрагмальное дыхание напряжение там есть а там почему то есть спазмы с ними нужно работать и могу сказать что логопеды которые занимаются вот опять-таки берут некоторые техники из бфм и потом применяют эти техники для того чтобы детям освободить вот разговор дикцию то в любом случае замечает еще больше прогресс и как я знаю тоже что некоторые дети вообще категорически не готовы логопедически делать какие-то зондом упражнения потому что у них рвотный рефлекс допустим есть дети которые прям чуть в рот и сразу рвотный рефлекс у кого-то боли у кого-то что-то а когда помочь а вот и помочь просто нужно освободить верхнее диафрагмальное дыхание и отсюда у нас освобождается очень интересно голова и освобождается ноги а вот дальше как же ноги то причем здесь ну потому что а вот я уже на самом начале говорила для того чтобы двигаться и теле по дороге вперед нужно чтобы тело было амплитуда была легкая и тут необходима верхняя диафрагмальная зона верхнем диафрагмальное дыхание тогда легкая походка и легко летящей походкой я вышла из мая вот и поэтому на эту зону нужно и необходимо обратить внимание и помочь освободиться от всех напряжений которые там есть кроме всего прочего верхнее диафрагмальное дыхание оно напрямую связано вот тут есть еще такая такой момент у нас здесь отключится и к ключице прикрепление 36 мышц от шеи которые дальше проходят сквозь переходит и в костную структуру черепа и в сухожильные все эти вот здесь у нас лицом мимика и если у человека мимические очень очень интересные изменения тоже можно по лицу сказать что там диафрагмальное верхнее диафрагмальное дыхание нарушено почему но кто каждый из вас попробуйте как бы спрятаться в шею а так она проявить вот это и что у вас с лицом мимикой изменится вы чувствуете больше затылочную боль человек приходит вы знаете так часто затылок болит я вот а мне там с головой вы не будете делать я ничего не делаю с головой но я хочу отметить я специалист крайне у сакральной терапии я училась в израиле у меня диплом израильский я крайне у сакральный терапевт я отдала можно сказать этому учению прекрасное учение я отдала этому учению 15 лет не делая теперь больше этого ничего почему а потому что какой-то момент я просто стала разочаровываться отрабатывая все хорошо начинает череп дышать раз опять то же самое раз опять то же самое возвращает через какое-то время ну хорошо я же может быть может быть я что-лину сама что-то не так делал вот и в любом случае общение с крайне у сакральщиками не просто россии до мирового уровня а все значит такое есть и все знают что в конечном счете этот нужно постоянно вот работать с крайне у сакральными ритмами и нужно приходить и этот ритм все время восстанавливать почему они уже нельзя нельзя вот освободить и чтобы не возиться с этим крайне у сакральными ритмами потому что по жизни мы все равно каждый день можем еще что-то получить и опять-таки не кирпич башка упадет или там ну не знаю испугался там подскользнулся но это уже другие какие-то напряжения но я поняла это я перестала просто потому что я была наслышана том что крайне у сакральный вот тебя поправили навсегда я это заявляю полностью вот откровенно до крайне у сакральной здорово помогает отлично и лучше этого метода наверное даже практически ничего нет если сделать вот упал и сразу в течение там суток поправил череп вот течение недели максимум проходит неделя и уже уже это становится хроническим и вместе с этим уже появляется компенсаторное напряжение с которым нужно работать и это не одна отдельно какая-то зоночка с которой нужно работать поэтому крайнюю сакральную терапию всегда применяли сразу на выходе родила родила женщина ребенка сразу же ребеночку у нас в россии поветухи делали сразу слепили этот череп когда я первый раз смотрела и слушала вообще пришла обучаться я была честно скажу до глубины души очень но наверное горько было мне потому что у нас в россии такие бабушки поветухи вот они не бабушки женщины которые знали как лепить череп и называли у нас лепить череп и лепили череп и прекрасно получалось и все прекрасно знают что вот нужно чтобы вот она приняла рода на там слепит череп ребеночку будет учиться хорошо и память и все прочее хорошо восстанавливалась и прекрасно это все практиковалось у нас даже в обыкновенных больницах это где-то еще до 70-х годов потом все это чертовой матери куда-то исчезло жалко а теперь мы все берем где-то то у китайцев учимся то у канадцев учимся то еще у кого-то и внушает нам что на руси все были идиот и дураки нет у нас очень много техник которые внук в руках были у народа и поэтому нашу вот здесь российские территории никогда никто не мог завоевать потому что и здоровьем здесь были богатые и силенушкой богатые и силы духом богатые и вообще были сильные люди а по мере того к сожалению как вот это все стали у нас уничтожать и вызывать у нас чтобы мы сами стыдились своих предков я не стыжусь я горжусь и да таки могу сказать что краниальная система подчеркиваю это вот все чему обучают одна девяносто процентов это наша русская система летки черепа делали это повитухи при рождении человек упал с лошади сразу же им правили череп там в любом случае была не знаю там какая-нибудь травма то есть только травма если труд травма головы черепа была сразу же в течение недели оказывалось полностью бесследно все прекрасно вот так вот это как раз говорю и верхняя диафрагма у нас она здесь все это крепится естественно здесь снимая здесь напряжение услышите снимая здесь напряжение в верхней диафрагмальной зоне освобождается вот эти вот все связи с которые идут у нас в черепной коробке мост вот очень часто люди лежат на столе и говорит ой знаете как будто у меня посветлело в голове я смею я лампочку там не включаю ой как будто легкий ветерок тоже не дую но это не только под моими руками все кто сейчас работает этим методом все отлично понимают что такое происходит и вот вам верхнее верхнее диафрагмальное дыхание значит здесь у нас вот очень а еще теменная часть тут у нас есть такое прикрепление вот все видели как делают повязки чепчик вот этот череп да голову когда делают повязочек перевязку так вот если там такая веревочка а есть такая анатомическая похоже это пирогов увидел анатомически и полностью повторил потом вот эту вот повязку значит вот тут такая штучка у нас прикрепляется здесь поэтому если напряжение вот в этой зоне верхней диафрагмальной есть человек нет так болит все время здесь а его вот сюда тянет но так ходить то неудобно поэтому и где-то вот это вот и начинает человек вот такое дело для того чтобы освободить где верхняя диафрагмальная зона вот вам такое чудо которое есть в нашем теле и естественно это и зрение потому что глазки наши они управляют всем телом и попробуйте вот положить себе значит под головой здесь вот голова да вот голова у нас тут ямочка вот и положите под гонок а вот два пальчика мягенько вот прям вот в эту ямочку вот мягенько мягенько ничего давить не нужно и по двигайте глаза и в одну сторону в другую сторону вверх куда угодно и вы чувствуете что движение есть а если вы еще внимательнее отнесетесь к своему телу и подвигаете глазками и вы вы поймете, а движение-то есть и внутри. И вот тут как раз вот сюда доходит, а потом распределяется. Поэтому получается, что от верхнедиафрагмального дыхания зависит зрение. Таки да, и влево, вправо. И вы понимаете, сюда, вот они там движения есть. Если есть напряжение, то может случиться, что глаз не доходит полностью максимально там вправо или влево. И ограничивается боковое зрение. А потом говорят, а как же боковое зрение-то покрывать? А в глаза тут ничего не подвинтишь. А нужно смотреть, где эти глазки держатся. В какой части тела. И одно из самых первых зон это верхняя диафрагма. Вот здесь вот у нас как раз удерживается. И поэтому очень часто бывает просто буквально на первом сеансе только мы еще проработали с первой части, с первой зоны грудной клетки, а человек говорит, а я как-то лучше стал видеть. А что вы сделали? Сняли напряжение с верхней диафрагмальной зоны. И точно так же, конечно, и слух у нас так связан. И вот вам, пожалуйста. Значит, что получается, если мы комфортно и свободно дышим в верхней диафрагме, если она свободно, биодинамично работает, то сколько у нас тогда здоровья в теле? А если там происходит нарушение, то сколько мы теряем из своих возможностей здоровой жизни? Итак, а что же можно сегодня сделать для того, чтобы вот какое-то упражнение, я же всегда даю упражнение, которое можно сделать и как-то себе помочь. Ну, давайте сейчас тогда сделаем упражнение немножко помочь себе в этой зоне, освободить эту зону. В первую очередь, эта зона, вот помните, у нас были всхлипывания предыдущие, а здесь другого сейчас. Это всхлипывание мы делаем и капризульки такие. Да? Вот капризульки, это мы делаем при застывшей на вдохе. Ну, у нас тоже у всех есть в любом случае где-то такие дыхания. задние эти нарушения. Вот. А сейчас я просто предлагаю сделать некоторые упражнения просто, вот просто так, любому человеку, который чувствует, что здесь как-то вот прям вот усталость даже есть. И я как-то вот если уставаю, и устаём, мне прямо вот здесь вот как-то вот тяжело. Часто бывает, что прямо задыхаюсь, мне не хватает воздуха. Кстати, задыхаюсь, не хватает воздуха, это не обязательно лёгкие. Чаще всего это сердце. Так вот, сели удобненько, комфортненько. Вот прям вот сели, разложившись. В чём вы там, не знаю, в кресле, на диване, кто-то может быть на полу. Вот сели свободно, чтобы руки прям как плеть были. Вот самое главное, я никогда не говорю расслабьтесь. Ещё раз, и вот сейчас уже каждый сеанс я объясняю вам. Самая дебильная, вообще глупая команда расслабьтесь. Потому что на слово расслабьтесь ваше тело сразу напрягается. Оно всегда ожидает какого-то подвоха. А вот не надо, и не нужно стараться расслабиться. Нет, ни в коем случае. Сели комфортно? Комфортно, просто комфортно. И не думаем о том, расслабились вы или не расслабились вы. Как вот, просто удобно, как вам хочется. Вот в этом самая главная задача помочь своему телу комфортно сесть. А теперь послушайте меня и попробуйте сделать то, что хочет сделать ваше тело. это место в первую очередь голосовое излечение. Поэтому именно голосовое излечение снимает напряжение с этой зоны. Вот смотрите, что я сейчас делаю. Делаем все согласно того, что хочет тело. Не надо специально дышать. Не надо вот прям глубоко в мет не надо. Вот какое дыхание есть здесь, я сейчас так и буду делать. Какое есть, такое есть. Это что, типа постанать? Да, спасибо, постанать. И нужно, как вот у меня сейчас сидит, вот так вот голова в эту сторону, немножечко так комфортно. С голосом, что вы тут чувствуете вибрацию. Голосовая вибрация изнутри создает вибрацию. И снимается напряжение, вы туда не влезете, с этой зоны снимается. Только вот этой звуковой вибрацией, если вы делаете самостоятельно, без рук специалиста. То есть специалист это делает. Делает. А вот вам как. И не нужно ни в коем случае подбирать звук. Вот если вы отсюда его отпустите, он как раз здесь и сделает важную задачу. Положите даже вибрацию здесь. Если вы отдохом такие... Смотрит, скажет, что... Я прекрасно понимаю. Можно посмеяться. Но у вас даже сейчас смех будет именно в этой зоне, потому что она будет освобождаться. И вот поэтому отсюда можно сделать в какой-то момент захочется сделать глубокий вдох и... Может такой быть звук. У меня, допустим, точно сейчас идет с такой вибрацией, но у меня вот немножко осипший голос, и здесь у меня в этой зоне еще есть напряжение, которые... Вот я постепенно снимаю. У кого-то может быть другой звук. Не повторить мне не нужно. И вы, если с вами кто-то сидит, еще кто-то делает, вы убедитесь и услышите. Оказывается, у всех разный звук, у всех разное движение. А вот вибрация вот в этой зоне, она должна быть. Поэтому можно положить ручки, а уже другую, видите, у меня уже все уже по-другому пошло. И оно будет меняться в зависимости от того, как вы там освободили. И можно петь, а дальше в душе раньше так и делали. Выходил на улицу молодец, и отсюда говорится везде широко. Вот попробуйте сказать отсюда любую фигню, какую хотите. Я вам даю слово, что особенно те, кто занимается какими-то лекторскими процессами, вы, если так это будете делать, вы потом поймете, что у вас изменилась подача материала. Потому что в какой-то момент задача каждого, скажу так, в любом случае, певца, лектор, нужно сделать так, чтобы звук дошел до задних рядов. И когда это большой зал, очень здорово, это концентрация отсюда. Поэтому, пожалуйста, попробуйте. Кто-то, кстати, начнет то же самое зевать. Независимо от того, что там пели, вдыхали, да что-то делали, а потом раз, и пошла зевота. Зевоту обязательно провоцируем, вызываем. И зевоту такую, прям вот она вот-вот-вот есть, а нужно головкой подвигать по ней, вот где она, оп, и она пошла зевота. Вот, у вас пойдет дух-выдох. Потом опять почем захочется и плакать, и кашлять. Откашливаемся. И теперь уже что? В дополнение к тому, что вы сейчас делаете, дополняйте предыдущие упражнения, пахныкайте. А потом пахныкайте. О, уже другой звук, слышите? Я на вас на глазах прям делаю. Уже хрипа нет такого. И постепенно та вибрация внутренняя, своя природная, которая нужна индивидуально каждому. Никакой прибор вам это не поможет сделать. Потому что прибор не знает вибрации вашего тела. А ваше тело знает вибрации своего тела. Ну и дальше. Попробуйте вот разные поделки. Опять голос и чувствуйте там все равно тоже вибрирует. Вот вибрирует, о, уже хочется подкашлять. Мокрота пошла. Застойное явление здесь исчезает. А теперь уже чище голос. Уже звонче идет. Поэтому каждый из вас сам для себя. И вопрос, как всегда, меня, наверное, тут спрашивают, а сколько раз делать? А делать ровно столько, сколько ваше тело хочет. Только ваше тело знает, сколько ему нужно. А, и говорим разные звуки. А, о, о, разный звук отсюда. А, и у вас освобождаться будет диафрагмально эта зона. Очень интересный эффект. Кто любит петь? Вот могу сказать тоже, что вы потом поймете, что у вас изменилось звукоизвлечение. Вот годами занимаются звукоизвлечением и освобождают и освобождают звукоизвлечение. Доходит в этот рояль лбом расшвись, пока есть верхнее диафрагмальное напряжение, звукоизвлечение не изменится. И отлично, и будет легче петь, легче говорить. И еще очень интересный момент. В этой зоне очень часто у людей психосоматическое напряжение в связи с тем, что стесняются говорить. Когда-то, в школе, в детстве. И когда вы начнете через голос отпускать здесь эти вибрации, тем самым у вас психосоматические напряжения, связанные с тем, что вам было почему-то неудобно, стеснялись говорить, вот, вы в какой-то момент заметите, что, ой, а я вообще-то стал свободнее говорить. И проще говорить, легче стало говорить, и не стесняет здесь ничего. И вот вам всего лишь-то ничего, маленькие упражнения, которые помогут очень во многих направлениях. И кому-то это потом очень пригодится в его специальности, потому что студенты не будут засыпать у него на уроках, так как он будет рассказывать свои интересные уроки оттуда, откуда должна преподноситься информация. И отсюда уже действительно каждый услышит это звукоизлечение, которое воспринимает человеческий слух и энергоинформационное поле. Да, а вот когда отсюда говорят, то очень хочется потом спать. И такой вот лектор сидит и читает, и читает, и рассказывает нам все такое. А нас всех в сон, и в сон, и в сон. И потом, а он думает, да что же такое, я читаю лекции, а все засыпают, а потому что он производит свою озвучку своей темы из груди, из груди, а отсюда идет другое. А если он начинает говорить из верхней диафрагмальной зоны, то естественно никто не спит. И легче сказать, и сам не так засыпает, и не устает от своего же собственного голоса. Но, если он говорит именно из груди, это не факт, что это, то есть не показатель, что он не умеет, а может быть тоже у него верхняя диафрагмальная напряжение. Поэтому, может быть, у вас у кого-то есть это, раскрывайте, развивайте. Я надеюсь, что многие получили сегодня разную информацию, и она вся полезная. Делитесь детьми, учите детей. Учите детей. И, кстати, скажу, что когда ребенок будет отсюда отвечать урок, учитель будет слышать. А когда ребенок говорит отсюда, такое ощущение, что он ничего не знает. И мямлит, и мямлит. Ну, что ты мямлишь-то? А отсюда совершенно другое и другие оценки. Я, когда встречаюсь, ну, бывало я там, объясняла вот в школах, в классах, вот, успеваем сменялась. А из-за чего? Только из-за того, что диафрагмально в разными зонами происходит звукоизвлечение. Да, и таки от этого очень многое зависит, в том числе, восприятие того, что мы слышим. Я предлагаю, вот раз уж вы вошли в такое наше сотрудничество, делайте упражнения на себе. Чувствуйте, как ваше тело реагирует на вашу помощь, как оно радостно вам отзывается, какие процессы у вас происходят, как тело освобождается. А самое главное, вместе с освобождением, что вы получаете по своей жизни. Потому что это все всегда реагирует на процессы в теле, реагирует, знаете, в вселенское пространство тоже. Поэтому очень многое может измениться в вашей жизни. Вот так вот. Итак, ребята, до свидания, всего хорошего, до встречи. Жду отзывов. И желательно, если можно, вот прямо под видео, в комментариях. Я тоже вместе с вами порадуюсь за вас. Я порадуюсь тому, что наконец-то люди слышат и начинают заниматься с собой. И да, это мне лишний, это не лишний. Это мне действительно поддержка. И я тогда буду думать еще что-то дать, еще. А когда нет отзывов, я вот честно, я сижу и думаю, а делать, не делать, а кому это делать? В пустое не хочу. Я хочу это давать тем, кто это хочет получать. Я хочу давать, я хочу обучать людей жить в содружестве с их собственным телом. Но как-то получается, что вот я говорю, а в ответ пустота. Но раз пустота, мне хочется закрыть свой рот и больше ничего не выпускать. Так что если вы хотите, чтобы я дальше продолжала с вами интересные беседы, интересные упражнения, еще что-то рассказывала о человеческом теле, о его резервах и как этим пользоваться, пишите комментарии, рассказывайте о своих, о своих реакциях тела. И опять-таки, наблюдая за реакциями, вот что вы мне отвечаете, я понимаю, что нужно вот об этом еще сказать, я об этом нужно сказать. И я с удовольствием расскажу, покажу, научу, предложу все, что можно делать без медикаментов, без специалистов. А если что нужно только со специалистом, тогда я вам говорю. И, конечно же, в первую очередь подчеркиваю, вот верхнодиафрагмальное дыхание это самые глубинные внутренние процессы, сам себе не снимешь вообще, вот это только под руками специалистов. По возможности приезжайте в центр, а еще лучше по возможности обучайтесь сами и помогайте себе и своим близким. До свидания, всего хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...